Обычно под словом пантера подразумевают черного леопарда. Это вовсе не отдельный вид, как до недавнего времени считали многие. Связана подобная окраска с пигментом меланином, придающим темный цвет. Но на самом деле эти животные не чисто черные. На свету можно увидеть более темные пятна. Окружающий фон выглядит в таком положении скорее темно-коричневым. Леопарды. Распространены довольно широко. Они есть и в Африке, и в Индии, и даже на территории бывшего Советского Союза. И везде они являются охраняемым видом. Тем не менее, леопарды очень хорошие охотники и умудряются выживать и конкурировать с такими крупными представителями кошачьих, как львы и тигры. Стоит добавить, что несмотря на небольшие размеры, это очень сильное животное. Убив добычу, хищник редко начинает поедать ее на месте. Обычно он сначала затаскивает ее на дерево повыше, чтобы никто не отнял, а уже потом приступает к трапезе. Из крупных кошек он, пожалуй, лучший дереволаз. Ведут эти замечательные охотники уединенный образ жизни и совершенно не в восторге от встречи с собратьями. Исключение составляет брачный период. Длина составляет 190 сантиметров. Вес 75 килограмм. Тигр. В некоторых странах царем зверей считается именно тигр, а вовсе не лев. Некоторые даже умудряются разглядеть у него на лбу иероглиф владыка. И это неудивительно. Той же Индии или Китае это крупнейший представитель кошачьих. Как и все в этом семействе он прирожденный охотник. В челюстях только хищнические зубы. Мощные мышцы обеспечивают страшный укус. Однако в отличие от псовых, для которых зубы главное оружие стратегия кошачьих, немного отличается. Атакуя из засады, они используют когти, чтобы закрепиться на спине жертвы и массу своего тела, чтобы ее повалить. И только потом выпускают в ход клыки. Одним из самых крупных считается бенгальский тигр. Но для того, чтобы сравнять шансы, возьмем для сравнения китайского. Длина 2,6 метра. Вес до 177 килограмм. Как видно из представленных данных, даже самый маленький тигр больше самого крупного леопарда. Однако, чтобы в природе эти хищники подрались, должно произойти нечто особенное. Так как при столкновении обычно ограничиваются рычанием и угрожающими позами. Никто не хочет получить серьезную травму. Леопарды очень серьезные бойцы, несмотря на размер. Поэтому в подобном столкновении леопард скорее всего уйдет или залезет повыше на дерево, куда не сумеет забраться тигр из-за гораздо большей массы. Но если бой все же произойдет, тигр будет несомненным победителем.